Юрий Анатольевич, с победой, почему второй матч достаточно сильно отличался от первого, как вы думаете? Я думаю, лучше усваивается требование, чуть спокойнее, более знакомый соперник, уже как бы понятный, более конкретно, слабые, сильные стороны соперника, на что, какие зоны можно использовать. Оно, в принципе, и раньше было, но вот когда ты пробуешь и имеешь возможность еще исправить, наверное, поэтому. Главный тренер сборной Беларуси Юрий Малеев сказал, что Россия сегодня победила по делу, и он очень недоволен своими игроками. Как вы думаете, они не показали свою игру из-за того, что они плохо сыграли или сборная России сыграла хорошо? У нас получилось уменьшить количество невынужденных потерь впереди. Это та вещь, которая портила и качество игры, и впечатление от игры в первом матче. Мы слишком много бегали назад, сдерживая быстрые атаки. Сейчас немножко перестроились, у девочек получилось. То есть, возможно, не до конца восстановилась сборная Беларуси. Мы тоже были не особо свежи в этом ритме через два на третий. Все-таки больше привычны в рамках сборной играть через три на четвертый день. И, может быть, поэтому сильная сторона – это прессинг, давление. Сильная сторона сборной Беларуси, может быть, не смогли провести. А с другой стороны, отдать должное надо девочкам, что в первой игре попробовали, а в второй – чаще получалось преодолевать этот прессинг. Сегодня сразу три девочки у нас дебютировали. Не видели в этом какого-то риска или контролировали игру полностью и понимали, что не будет риска? Ну, в основном дебют пошел уже после второго мяча. И девочкам проще самим было выходить. И достаточно неплохо вышли в тех эпизодах, где они были с мячом, или игровые эпизоды, где они в страховке участвовали. В целом, они сыграли качественно. Риск всегда есть, а в то же самое время в большей степени и надежда есть. Скажите, честно, держали в голове, что у Яны Шелгиной сегодня день рождения, и, может быть, такой подарок ей можно было бы сделать? Мы с Яной только знакомимся. Она один сбор был у нас селекционный в прошлом году. И дальше сейчас получилась возможность пригласить ее, потому что Игорь Зарубин в своей позиции, она провела на хорошем уровне. И, с одной стороны, это точно не подарок дню рождения, но Оль совпало, я рад, что так можно легко отделаться, подарив возможность сыграть. Она завоевала это право, она тренировочная работа, она убедила то, что ей можно уже на этом этапе доверять. В октябре прошлого года два матча с Белоруссией, ничья-победа. Победа-ничья, сейчас ничья-победа. Есть ли отличия в настроении между этими двумя сборами? Победа заканчивать всегда лучше, но мне и качество второй игры понравилось. Она из четырех игр, на мой взгляд, сейчас я еще не пересматривал игру, но вот и ощущения, где-то и эмоциональный фон тоже присутствует. Но, мне кажется, эта игра была более качественной, и более целостная команда выглядела. Давайте подведем итоги сбора. Что можно сказать положительного об этих 10 днях, которые мы провели здесь в Минске? Большинство девочек было на февральском сборе. Там мы продолжили с ними знакомство. А здесь уже как бы развитие получало. Нужно было было закрепить тот материал, который мы прошли в Турции, и уже на фоне равного соперника проверить наши возможности. И в целом второй игрой, и игрой в обороне в первой игре тоже мы остались довольны. Какие планы у сборной теперь? Сейчас главное, чтобы девочки обошлись без травм. Они возвращаются в клубы. И три месяца мы не увидимся, а в июле встречаемся на УТС. Программа УТС будет уточнена чуть позже. Продолжение следует...